Каждая третья женщина в мире подвергается насилию. По данным ООН, для противодействия этому ежегодно в мире с 25 ноября по 10 декабря проводится масштабная кампания 16 активных дней против насилия в отношении женщин. В области в рамках акции планируется проведение около 100 различных мероприятий по защите прав женщин и детей, пропаганде семейных ценностей. Цель акции – привлечение внимания общественности к проблеме насилия в семье, жесткого обращения к женщинам и детьми. Формирование нетерпимого отношения к любым проявлениям насилия над человеком. В рамках акции будет оказана юридическая и психологическая помощь жертвам насилия путем проведения индивидуальных консультаций в офисе. Акция призвана активизировать партнерство госорганов и общественных организаций в искоренении всех видов насилия. По данным ООН, в мире участились факты насилия в отношении женщин, поэтому акция не должна ограничиться 16 днями. Мы побывали в кризисном центре. Там сейчас живет женщина с пятью дочерьми, которую муж выгнал из дома за рождение девочек. Другой женщине с ребенком на руках 18 лет. В 16 лет выдали замуж и все эти годы не давали ей житя. Третья подобищная центра – молодая женщина, которая ослепла от постоянных побоев. То есть и в нашем обществе есть такая проблема. Государство оказывает жертвам домашнего насилия всемирную помощь, психологическую, материальную выдает АСП, пособие. Мы всем обществом должны помочь таким женщинам вернуться к полноценной жизни. В нашей стране в течение 30 лет проводится последовательная работа по экономической, социальной защите женщин, их оздоровлению, повышению активности и развитию в политическом плане. Есть сдвиги. Сейчас в Можилисом парламента разрабатывается ряд законодательных мер по предупреждению насилия в семье. Глобальная стоимость насилия в отношении женщин оценивается примерно в 2% мирового ВВП или 1,3 триллиона долларов США. Принятие мер по сокращению масштабов гендерного насилия принесет преимущество для здравоохранения, повысит экономическую безопасность семей, общества, позволит детям учиться лучше и нам всем жить лучше.